Хотела задать вопрос Николаю Владимировичу Левичеву. Последний из вас вопросов говорит о том, что у вас не очень большие шансы на победу в выборах в Москву. Как вы считаете, как вы оцениваете сами свои шансы, на какие проценты рассчитываете? Спасибо. Ну, прежде всего, я своих коллег спрошу, значит, вы не обидитесь, если я потрачу время на ответ, не в прямую связанный с нашей темой сегодня? Нет проблем. Мы уже всё сказали, если будут вопросы. Ну, значит, уважаемые коллеги, как заметили мои соседи справа и слева, математическое образование, социологическое образование позволяет мне достаточно адекватно модерировать ситуацию, связанную с выборами. Должен прямо сказать, что все те публично декларируемые рейтинги являются так называемыми методами формирующей социологии. Ну, например, телеканал «Дождь», который объявил, что они проводят свой социологический якобы опрос, блогерами уже уличён в простой подкрутке результатов этого якобы рейтингового голосования. Источники говорят о том, что канал осуществляет предпродажную подготовку, о чём свидетельствует, например, их предложение кандидатам в мэры Москвы в эту субботу встретиться на площадке «Дождя» в прямом эфире за немаленькую плату. Значит, нас запросили 590 тысяч рублей за участие в их мероприятии. При этом, что характерно, когда было сказано, что, ну, в общем, все кандидаты планируют расходы избирательного бюджета своего, да, и, в общем-то, уже сложно в последнюю неделю такого объёма траты перебрасывать с одной статьи расходов на другую, пошёл просто неприличный торг. Стали задавать вопрос, ну, хорошо, а как на рынке, да, а сколько вам не жалко, а 400 тысяч вы можете заплатить? Значит, это к вопросу о том, что в этой сфере очень много наносного и, ну, не побоюсь этого слова, лживого. Естественно, и на столе в администрации президента, да, и у наиболее адекватных участников избирательной кампании есть более-менее адекватные цифры. С учётом того, что последняя неделя избирательной кампании, как правило, очень динамичным образом влияет на изменение этих рейтингов, значит, я сейчас не стал бы называть конкретные цифры в процентах, Но вот вы сейчас внимательно послушайте то, что я вам скажу. Реальные оценки показывают, что если брать процент от граждан, избирателей Москвы, которые твёрдо намерены голосовать, то у Собянина эта цифра понижается с каждой недели и приближается к 50-процентной отметке, но сверху. Пока ещё сверху, но приближается к 50-процентной отметке. Если принять во внимание, что по разным оценкам от 20 до 30 процентов избирателей не определились с выбором, и примерно половина из них может прийти на избирательные участки, то есть они говорят, что они не отказались ещё от этой мысли, то легко понять, что сейчас можно сделать некоторые политические шаги, которые всю ситуацию из инерционного сценария переведут в сценарий такой стахастический, я бы сказал. Дело в том, что у следующих двух кандидатов их рейтинг на данный момент превышает 10%. Я могу сказать, что я иду на четвёртой позиции с результатом чуть меньше 10%. Так вот, теперь представьте себе, что субботу, 31 августа, кандидаты проведут не на площадке телеканала «Дождь», а в челночных консультациях друг с другом. И я утверждаю, что если любой из, ну, там, я не беру Сергея Семёновича Собянина, любой из следующей тройки кандидатов снимает свою кандидатуру в пользу кого бы то ни было, ситуация меняется радикальным образом. Не секрет, что от 20 до 25 процентов избирателей определяются в последний день перед голосованием. Ну, вот смоделируем ситуацию. Вот я утверждаю, теоретически, да, я ничего не обещаю, но теоретически. Если Левичев снимает свою кандидатуру в пользу Мельникова, будет второй тур, в который выходит Иван Иванович Мельников. Если Мельников снимает свою кандидатуру в пользу Левичева, не исключена вероятность того, что будет второй тур, в который выходит Левичев. Если Левичев снимает свою кандидатуру в пользу Навального, почти наверняка во второй тур выходит Навальный. Ну и так далее. Я вот эти парные комбинации дальше не буду перечислять. Значит, вероятность каждой из них отличается друг от друга, но все они отличны от нуля. Я напомню, что, например, что одновременно с выборами мэра Москвы проходит целый ряд серьёзных выборов в других субъектах Российской Федерации. Там тоже складываются очень интересные предвыборные ситуации. Ну, например, вчера агентство УРАРУ сообщило, что прошла встреча в кафе между кандидатами в мэры Екатеринбурга Евгением Ройзманом и Александром Бурковым. Там ситуация совершенно однозначна. Если кто-то из них снимает свою кандидатуру, то второй побеждает. Есть регионы, где соперничают кандидаты «Справедливая Россия» и КПРФ. Снятие одного из кандидатов значительно усилит позиции другого. Нам есть о чём поговорить в этот субботний день, потому что последний день, когда по закону возможно снятие кандидата с выборов, это понедельник, 2 сентября. И 2 сентября ситуация, которую многие политологи-записные считают давно решённой, инерционной, может принять совершенно другой характер. Спасибо большое. Девушка, у вас был уточнение ещё вопроса. То есть вы предполагаете, не исключаете такого варианта, что в эту субботу вы откажетесь в пользу какого-то кандидата? Вы перечислили Мельникова и Навального. Почему вы прозвучали именно эти кандидаты? Я хотел бы подчеркнуть, что я никогда не говорю случайных слов. Я думаю, что всё, что я сказал, зафиксировано. Ещё раз перечтите то, что я сказал. Я сказал только то, что я сказал. Мужчины четвёртый ряд. Я очень прагматичный политический игрок, так же, как и другие участники этой кампании. Николай Владимирович, вот вы всё-таки первый кандидат, который заявили о такой возможности снятия с выборов любого из других кандидатов. Всё-таки вот чисто теоретически это возможно, но вы лично готовы снять свою кандидатуру или нет? Я готов обсуждать такие возможности с другими кандидатами. И я их назвал. Спасибо. Спасибо.